Мы ходим на выставки для того, чтобы при удачном стечении обстоятельств получить обратную связь с художником через его произведение, для того, чтобы увидеть правоту своих собственных проекций или, наоборот, усомниться в том, что ты себе представлял. Вот такое хождение по выставкам, оно плодотворно, потому что заставляет нас ближе быть к жизни и переживать реально то, что происходит в ней. Это очень важно, мне кажется, особенно для художника, потому что слова «красота» очень такие опасные слова. «Красота, конечно, спасёт мир», это нравственный императив. А вот если представить себе деятельность художника, то существует ошибочное мнение, но очень распространённое, очень гипертрофированное, что художник вообще питается красотой и благодаря красоте что-то делает. Вот это совершенно невозможно на самом деле, потому что красота — это всегда то, что впервые из себя рождается. Это, понимаете, не банальное явление, не то, что мы знаем о красоте как красивое, а наоборот, как раз то, что рождается и потом уже в ретроспективе становится красотой. Поэтому очень сложно говорить о красоте или апеллировать красоте как к последней инстанции, которая говорила бы о том, что вот да, вот я создал что-то красивое. Вот мы не знаем, что мы создаём. Если мы создаём красиво, оно красиво и получается. Но к этому надо приходить. И это особый труд, особые усилия, которые требуются не только художнику, но и всем тем, кто приобщается к его творчеству. Что касается конкретно сегодняшнего... Вот чтобы не быть просто статистом, я чувствую ответственность, я иду на выставку. Я должен что-то сформулировать по поводу увиденного и всё. Что в этом смысле мне даёт просмотр такой выставки? Он мне даёт утверждение в том, что... Моё, собственно, персональное. Даёт утверждение в том, что... Если художник идёт от красоты, опять возвращаясь к красоте, то не всегда это явление, которое стоило бы приветствовать. Но критерий жизненности, если есть жизнь в искусстве, вот что основным критерием является произведение? Живое оно или неживое? Вот мы смотрим, и обмануть нас в этом смысле нельзя. Мы видим, если жизнь теплится, да. Если жизнь теплится от какой-то традиции, это да. Если жизнь теплится от просто желания что-то сделать красивым, потому что так тебе представлялось, это да. Да, это всё видно. И вот, скажем, в работах Димы я увидел в некоторых работах истинную красоту, которая... Вот она, понимаете, ничем не замутнена, она очень чистая, она проявлена во всей полноте тех возможностей, которые обладает этот человек. И это уже художник, понимаете. Когда человеку возможно вот такое, то это очень дорогого стоит. Вот. И есть красота немножко другого порядка. Красота культуры, красота, идущая от традиций, которые тоже угадываются. И к ней нельзя тоже быть безразличным. Её тоже надо понимать как таковую. Но она стоит вот именно на этом месте, на своём, на каком-то другом месте. И это тоже возможно увидеть. То есть в смысле той обратной связи, на которую я рассчитывал, сегодня всё прошло нормально как бы в этом смысле и понятно. И ещё я хотел бы сказать, значит, буквально два слова. Когда вот почему-то в культуре признаны такие интеллектуальные способности человека. Они, конечно, могут сопутствовать деятельности художника, а могут нет. Не в этом дело. Важно то, что художник делает. Вот как, что он делает, вот это важно. Важно вот само вот это действие. Причём не просто действие, которое непонятно чем артикулировано, а действие в полном соответствии с собственным персональным состоянием, которое вот человеку присуще. Мы же не всегда бываем на высоте своих возможностей. Мы же не всегда бываем в полноте своего присутствия. Часто мы, чаще всего мы стремимся туда, вот это собрать в себе так, чтобы сказать, я вижу, то есть я вижу мир в полности и в единстве. Это редкое состояние человека. Но к этому есть тенденции всегда, стремление. И вот одни работы говорят об этой тенденции, а другие работы являют её не саму тенденцию, а вот эту полноту, наполненность. То есть вот это живое качество произведения, которое мы насматриваем, оно в большей степени соответствует живому и говорит нам о жизни такой, какая она есть на самом деле.